Информационный канал продолжает экспертное мнение. Здравствуйте! С 1 июля в нашей республике повысились тарифы на жилищно-коммунальные услуги. И на эту тему сегодня говорим с исполняющим обязанности председателя региональной энергетической комиссии в нашей студии Владимир Финк. Здравствуйте, Владимир Владимирович! Добрый день, уважаемые телезрители! Повышение тарифов происходит планово и не первый год уже. Насколько тарифы изменятся уже в платежках за июль, получается? До 2012 года тарифы индексировались один раз в год с 1 января. Начиная с 2012 года индексация тарифов производится в середине года с 1 июля. В прогнозе на 2014 год задана формула тарифного регулирования «инфляция минус». Что это значит? Инфляция предыдущего периода, 2013 года, 6%, минус означает применение к уровню инфляции коэффициента 0,7. 6% с коэффициентом 0,7 – это 4,2%. Этот индекс, который в целом установлен для сферы поставки энергетических ресурсов как для Российской Федерации, так и для Умуртской Республики. Кроме того, все решения комиссия принимает в рамках предельных уровней тарифов и индексов, установленных Федеральной службой по тарифам. И Федеральная служба по тарифам также руководствуется параметрами прогноза СЭР. И для основных сфер поставки ресурсов утверждены индексы и предельные тарифы в среднем размере 4,2%. То есть не более этой цифры, да? В связи с этим практически подавляющее большинство решений комиссии с 1 июля в сфере поставки ресурсов произведено с учетом индексации тарифов на 4,2%. Это сфера теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, исключение составляет сфера газоснабжения. В связи с тем, что здесь комиссия принимает решение простой суммой тарифов, установленных Федеральной службой по тарифам. Это оптовая цена, цена транспортировки и цена за снабженческие, сбытовые услуги. Вот сумма трех составляющих, это и есть тариф для населения на газ. Тариф на газ для населения, он дифференцирован по трем составляющим. Газ для пищеприготовления, первая тарифная группа, газ для пищеприготовления и подогрева горячей воды, вторая тарифная группа и третья, газ на отопление. Первые две группы, для них рост составит 7,5%. Это как раз связано с тем, что мы тут не можем, так сказать, принимать иное решение, как по совокупности уже принятых решений. Ну, поскольку вот для этих двух тарифных групп доля газа в пакете коммунальных ресурсов очень мала, то это сильно не скажется на величине пакета для населения. Третья тарифная группа, это газ на отопление. Здесь уже доля в пакете велика, может достигать и половины стоимости пакета, поэтому здесь тариф установлен с индексом роста тоже 4,2%. Это речь идет о стоимости пакета коммунальных ресурсов для населения. В целом, для подавляющего большинства, вот эта стоимость пакета коммунальных ресурсов не превысит 4,2%. Ну, нужно иметь в виду, что для отдельных предприятий поставщиков индекс роста может отличаться от среднего, быть несколько выше, 8,5% и даже 6%, либо ниже 2-3%. Это не есть нарушение. Здесь контролируется отраслевой индекс и отраслевой тариф предельный, который превышать нельзя. То же самое для граждан. Стоимость пакета, она может отличаться в большую сторону, в меньшую сторону, это тоже не есть нарушение, потому что плата граждан это несколько иное. Это и стоимость пакета коммунальных услуг для граждан, это тоже несколько иное, нежели стоимость пакета коммунальных ресурсов. Потому что коммунальная услуга, она определяется исполнителем коммунальных услуг, не тарифным органам. Стоимость определяется исполнителем. Мы сейчас говорим только про энергоресурсы. Конечно, да. В сфере поставки энергоресурсов. Плату рассчитывают исполнители коммунальных услуг, она определяется путем умножения тарифа, установленного на коммунальный ресурс, на объем коммунального ресурса, на объем потребления. Объемы определяются либо по приборам учета, либо по нормативам. И здесь важно, что если объем определяется прибором учета, то в расчет стоимости пакета вот это изменение платы не учитывается. А если изменение связано с изменением нормативов, тогда вот это изменение платы граждан учитывается при расчете стоимости пакета. В текущем году введен механизм в Российской Федерации ограничения платы граждан. Именно пакета коммунальных услуг, куда входит газ, электроэнергия, тепло, вода. Правительством России приняты основы ценообразования в сфере установления индексов максимального изменения платы граждан. И утверждены распоряжением правительства России предельные индексы для субъектов, в том числе для Удмуртской республики. Для каждого субъекта утверждаются две цифры. Это средний индекс по региону, он установлен в размере 4,2%. Это о чем говорит, что в целом совокупная плата граждан по региону не может превышать этот средний индекс. Но утвержденное второе значение это предельное отклонение от среднего индекса. Это для отдельных муниципальных образований и для отдельных граждан в размере 2,1%. На основании этого решения правительства Российской Федерации указан временного исполняющего главы Удмуртской республики Соловьева Александра Васильевича утверждены предельные индексы максимально возможного роста платы граждан для Удмуртской республики в разрезе муниципальных образований. Индексы утверждены в размере 6,3%. То есть изменение платы граждан за пакет коммунальных услуг для каждого гражданина не может превышать вот этот установленный индекс 6,3%. А второе, как я уже сказал, ограничение, это совокупно не может превышать 4,2%. О чем это говорит? Это говорит о том, что на самом деле для подавляющего большинства граждан республики стоимость пакета с 1 июля изменится именно в пределах 4,2%. Но если будут вводиться нормативы, то возможно для отдельных типов домов, то есть для отдельных категорий граждан с определенным набором коммунальных услуг может быть отклонение как раз от этого среднего индекса. В сторону увеличения. В сторону увеличения, да, потому что норматив может возрасти. Сегодня он не дифференцирован по типу жилья, значит, с момента введения новых нормативов он будет дифференцирован. Для кого-то будет рост, для кого-то снижение. И это учитывается при исчислении вот этого индекса и максимальный 6,3%. Вот если будет для какого-то гражданина превышаться уже этот предельный максимальный индекс, тогда должно быть организовано субсидирование из бюджета. Скажите, а как часто у коммунальщиков, управляющих компаний случаются просчеты после очередного повышения тарифов? И какие цифры обычно фигурируют в платежках? Какие значения в сторону увеличения или наоборот они по старым тарифам считают? Это, к сожалению, бывает. Да, такие технические ошибки, каких-то умышленных, так сказать, действий в части нарушения порядка ценообразования и применение неустановленных тарифов – это просто исключение из правил. Технические ошибки бывают. Просто не отслеживают решение регулятора, применяют либо старый тариф, либо не разобравшись, новые компании, бывает, не разберутся в ситуации, применяют просто не тот тариф. Но это связано с техническими ошибками. Я слышал то, что горячая телефонная линия организована специально по этим вопросам. Это связано с плановым повышением тарифов. Куда обращаться? Горячая линия организована и у нас на сайте. Есть, так сказать, линия вопроса-ответы, поэтому тут никаких проблем нет. Я благодарю вас за ваше экспертное мнение. Спасибо, что так подробно разъяснили нам ситуацию с повышением тарифов. И телезрителей также благодарю за внимание. Всего доброго и до встречи в эфире. До свидания. Всего доброго.